Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Скиленбург. У нас утро и я сейчас отправлю всех наших симов на пробежку. Почему-то, когда я зашла, я сохранялась, то уложила всех спать. А когда я сейчас зашла в игру, они вот тут сидят, кто чем занимается. Он хочет смотреть видеоролики? Нет, Марк, ты тоже пойдешь побегаешь. Андрюша пенсию получил и пошел мыть тарелочку. Отдай. Наверное, уже не успеем. Нет, Андрюша у нас не чистюля, но тем не менее тарелочку помыл. Иди создавай ванну. Может быть успеем создать одну ванну, прежде чем кое-куда отправимся. Да, сегодня день рождения Марка и мы будем его отмечать. Сейчас все поднимут свои потребности и мы отправимся. Не то я нажала, нужно покушать кони. Давайте пусть кушает тортик. И сегодня мы все отправимся в парк, чтобы отметить этот большой день. Потому что Марк у нас сегодня станет взрослым. Это новая ступень его жизни. Он уже станет не подростком, в школу ходить не будет. И будет думать о своей будущей жизни. Вот у нас тут город тихонечко стареет. Дина Гангадзе уже такая старушечка. Сейчас наши ребятишки прибегут. И мы запланируем общественное мероприятие. Конни покушай. Остальным, по-моему, кушать не надо. Андрей у нас уже больше, чем четверть ванны сотворил. И сейчас Маркуша у нас запланирует день рождения свой. Давайте запланировать общественное мероприятие. Пригласим многих. Сегодня хорошо, что у нас суббота. Это значит, что подростки все не будут в школу идти и смогут посетить наш день рождения. Стоит день рождения 100 симолеонов. Именинник у нас Марк. Гости Андрей, Конни, Лора, Хельга, конечно же, Венди, куда без нее, Том, Сэнди, Сара, Джена и Стив. Да, пригласим мы всех. Поставщика возьмем Боба Панкейка, бармен Владимир Филатов и исполнитель Елена Царева. И отправимся мы. Тут где-то должен быть парк, который я скачала в галереи. Мне он понравился, потому что он маленький. И там хочу теперь отмечать дни рождения. Ну, если получится и будет там интересно. Вот он этот парк. Он сравнительно небольшой. Здесь есть барная стойка, пианино, то есть трояль, фонтанчик такой симпатичный. Я тут еще добавила специально холодильник и все остальное в плиту, чтобы можно было готовить. Столик, за которым можно покушать. И вот эти вот штукенции для детишек, их нужно было добавить, потому что иначе эта локация не считалась парком. Короче, что у нас тут надо делать? Рассказывать анекдоты мы уже рассказали. Пусть персонажи будут игривы и выпить. Так, ну, чтобы нам выпить, нам нужно, чтобы нам приготовили напиток. Кони, закажи что-нибудь. Давайте заказать напиток. Пусть делают вот какой-то пикантный напиточек. Андрюша слушает музыку и, по-моему, подтанцовывает. Вот, и наши гости уже, по-моему, все прибыли. Хельга тут такая важная, деловая ходит. Джена со Стивом. И вот это, кстати, это Теодор Ландгаб. Это потомок Ландгабов, которого я создала еще давно-давно, когда он был еще маленьким мальчиком, а сейчас он уже, по-моему, даже взрослый, а не подросток. Так что время в Sims 4 и вообще в Sims'ах летит очень быстро. Так, Боб Панкейк приготовил нам тортик. Андрюша говорит, что я все время Андреем хочу назвать. «Маркуша, иди сюда, и будешь его задувать. Не его, а их свечки будешь задувать и загадывать желание». Так, Боб, по-моему, ты сам хочешь задуть свечи, но тебе уже некуда. По-моему, ты уже в последней стадии своего возраста, поэтому дней рождения у тебя уже не будет. Так, все, Маркуша, бросай это и... Ой, это Венди, боже мой, она приоделась. У нее есть платье. И такое же, по-моему, платье, как у Лоры, только другого цвета. Лоре это не понравилось или понравилось, не знаю. Но когда они друг на друга смотрят... Очень интересно. Лора и Венди еще друг друга не знают. Видимо, видят друг друга в первый раз. Так, там Маркуша наши свечки задувает, а я вот тут всякую ерунду рассказываю. Марк становится взрослым. Хорошо, что успели на это посмотреть. И нужно выбрать ему черту характера. Чтобы выбрать черту характера, я вновь пользуюсь генератором случайных черт характера. И тут я уже все вписала. Его черты – это гений, безумец. Он как Андрей полностью. И сейчас сгенерируем третью черту. В наследственности у нас указаны наследственность отца. А Андрей – активный безумец и гений. И матери – карьеристка, самоуверенная и частюля. И давайте же... Вот это самый главный момент. Кем у нас будет Марк? То есть какая будет у него черта характера? Итак, Марк у нас будет... Марк у нас будет карьеристом. Ну, хорошо. Хоть одна какая-то от кони пошла черта характера. Давайте выберем эту черту. Ой, я случайно не то нажала. Так, где это карьерист? Вот, карьерист. И теперь у него две черты от Андрея – гений, безумец. И одна черта... Хоть одна черта у нас есть от кони. Мы продолжаем отмечать день рождения. Вот, Маркуша у нас сел. И что-то тут... Они уселись, хотя тарелочек возле них нет. Нет, Марк, ты бы хоть кусочек тортика взял. Хотя, в принципе, ты еще не голодный. Он что-то вот рассказывает какой-то дамочке Алене Царевой. Что-то очень интересное. Кстати, она, по-моему, наш пианист. Или нет? А, нет, наш пианист тоже Алена Царева, да? А, то Елена Царева. Короче, вот этих Царевых развелось тут слишком много. И я одну серию назад установила мод на замену имен. Но почему-то пока одни Елены, Яны, Емельяновы... А, вот, Ник Кларк. Вот, начинает действовать этот мод. Короче говоря, нужно... Не нужно, в общем, что дает этот мод? Этот мод заменяет русские имена на английские, на американские. Короче говоря, вместо Царевых будут там всякие Грин, Тейлор, не знаю, Браун и так далее. Вместо имен там Вася, Петя, Коля будут имена типа там Ник, Дэвид и так далее. Ну, короче, вы принцип поняли. Вот, потому что мне как бы надоело, что много Сидоровых в городе и решила поставить этот мод. Я его вообще хотела давно еще поставить, но первый раз, когда я его поставила, у меня у Кони пропали все отношения в друзьях. Вот, наконец-то я поставила нормально и у меня теперь все работает. Так, Андрюша у нас тут кушает и нам нужно еще три раза выпить. Я вот, по-моему, Кони отправляла выпить. Ну, да, вот она стоит, сидит, смотрит на напиточек, но почему-то его не пьет. Маркуша, может ты выпьешь? Да, ты можешь пойти что-нибудь выпить. У нас Стив с Лорочкой сидят за барной стойкой. Давайте выпить напиток. Лорик, закажи ты что-нибудь... А, вот тебе тут... Нет, это не тебе, это Маркуша. Давай заказать напиток. Сок со льдом. Да, Лорик у нас алкоголь пить не будет, она у нас еще подросток, поэтому она выпьет какой-нибудь сок. А Маркуша уже у нас большой и может выпить даже что-нибудь покрепче. Это Стив, наш дружок, пошел почему-то. Марку до взросления еще аж 20 дней, поэтому я думаю, мы все успеем за это время. Тем более, что он может выпить один раз зелье омоложения. Короче говоря, Маркушу ждет долгая, длинная, интересная жизнь. Да, вот мы пьем за его здоровье, он сам пьет за себя. И нужно скушать тортик 4 раза. Лорик, ой, Лорик, не надо тебе кушать тортик. Нет, ты у нас сытая, поэтому лучше займись чем-нибудь, вот пойти лучше потанцуй. Я думаю, найдутся полно людей, которые захотят скушать тортик. Кто у нас тут? Конни сытые, ой, у нас все сытые. А, Маркуш? А, Маркуша тоже пошел танцевать. Ну, я думаю, вот уже два человека, два Сима съели тортик. И Сэнди что-то кушает, Сэнди кушает бутерброд БЛТ. А, нет, она кушает жареный сыр, то я перепутала. И почему-то у нас две начатых тарелки. Бобка Панкейк решил сделать что-то, но почему-то не доделал. Пусть персонажи будут игривы в одно и то же время. Вот понятия не могу, что значит игривы. Может быть, это кокетливое настроение. А где наша конник? Конни, ты можешь пококетничать? Конни почему-то вот в дамской комнате. И это не дамская комната, это вся комната. Тут нет туалета отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Короче говоря, Конни здесь почему-то стоит и не выходит. Наверное, не хочет идти. Давай, может быть, ты романтические какие-то действия по отношению к Андрею сделаешь. И получится выполнить это действие. Пусть персонажи будут игривы. Вот тут у нас детская площадка. Это, кстати, дети. Вот эта девочка, я ее создала. Ее зовут Клара Готт. Да, это дочка Кассандры Готт. Чтобы наши Готы не пропали. Такая известная семья. Симс. Пусть они дальше, когда уже Белла старая. Мортимер умер. В общем, пусть их потомки продолжают жить. И вот рыженькая девочка тут где-то бегала. Это была дочка Нины Гангадзе. В общем, может, она еще будет пробегать. Я ее покажу. Так, Маркуш. Маркуша танцует. Вот не хотят они быть игривы в одно и то же время. Может быть, нужно поиграть. Вот эта девочка. Да, эта девочка. Она Катрин. Ой, да, я ее забыла. Я ее назвала в честь бабушки Катрины Гангадзе. Это дочка Нины. Меня Венди поражает. Неужели она правда нашла в своем гардеробе платье? Давайте толкнем ее бедром. Интересно, как это происходит. Поблагодарим за посещение. Скажем спасибо, что пришли, посетили день рождения. И хоть оделись по-нормальному. О, вот как они друг друга, оказывается, толкнули. Наверное, мы не выполним это задание, быть игривыми. Ну, я думаю, серебра нам достаточно. Тем более, у нас есть много дней рождения, где у нас золото. Вот, так что нам хватит и серебра. Лорочка, что ты с мамой тут общаешься? А это что у нас? Так, какая-то... Это декорация. Так что мы можем просто развлечься, потому что золото мы уже не получим. Андрей тут что-то вот сидит, выпивает, думает, наверное, о жизни своей. Долгой и нелегкой. И всю жизнь свою создавал в ванной. Ну, не всю жизнь, всю старость. Уже сороковая серия, а Андрюша у нас жив. И, по-моему, как ни в чем не бывало. И даже умирать не собирается. Чувствует себя великолепно. Это очень хорошо. Но я вот не могу понять, сколько же Стимы живут после того, как их возраст уже перестает считаться. Когда уже старость прожита. Старость, кстати, 10 дней. А Андрей как на свадьбе пьет с двух стаканов. Когда была свадьба, Кони и Андрея, Андрей тоже пил с двух стаканов от счастья. И теперь на дне рождения своего сына он дожил. Я не думала, что он доживет до того времени, когда наш Марк станет взрослым. Не подростком, не ребенком, а именно взрослым. Так что, Андрюша, можешь радоваться и пить даже если хочешь с трех стаканов. У тебя просто третьей руки нет. А так бы он и с трех пил. Да, так что радуйся, что у тебя уже сын такой. И я очень рада, что он все-таки хоть что-то унаследовал от Кони. Потому что до этого все у Марка было от Андрея. Он безумец и он гений. Короче говоря, все его черты были унаследованы от Андрея. И хоть что-то от мамы получилось. Да, мы получили серебряную медаль. Нам написали, что нам за это подарили шарики надувные. Мы их потом продадим. Потому что шарики я не знаю, куда вешать. Лорик, сходи-ка ты в туалет. Я думаю, мы немножко еще здесь побудем, пока гости не разойдутся. И отправимся тоже по домам. Кони сегодня работает. Я бы хотела, чтобы она... Для работы есть шесть часов. Чтобы она что-то поделала, чтобы поднять все свои потребности. И сделать состояние вдохновения. Потому что нам бы желательно получить повышение. У нее уже восьмая ступенька в карьере. Она у нас молодец. И скоро, наверное, доберется до вершины. Кони у нас тоже карьеристка. Вот так на фоне Сары они флиртуют. А Кони у нас тоже карьеристка, как и Марк. Или наоборот, Марк у нас тоже карьеристка, как и Конни. Поэтому он пошел в маму. И я вот не знаю даже, какую карьеру ему выбрать. Но, наверное, какую-то выберем. Она должна быть связана с логикой. Потому что Маркуша гений. И будет повышать логику, наверное, до конца. И нужно будет ему, конечно, еще какой-то подарочек купить. Так, Марк, ты вообще рад? Кстати, вот животик у него есть или нет? Не вижу. Мы когда придем домой, в кассе на него посмотрим получше. И все рассмотрим. Так, я смотрю, по-моему, гости начинают расходиться или нет? Нет, визелье в разгаре. Гости все подошли и танцуют. Вот тут Хельга что-то такое интересное рассказывает. Наверное, очень интересно. Кстати, вот Лорочки, она враг. Да, они враги. Потому что, когда Лорик с Марком были еще маленькие, они пришли и немножко там пошалели у нее. И поругались с тетей Хельгой. Когда тетя Хельга еще не была такой старой. Так, ну я думаю, что мы уже отправимся домой. Потому что Кони нужно повышать все свои потребности, чтобы нам отправиться на работу в хорошем настроении. Вот что это за походка такая? Эмбер Нельсон. Вот еще один сим, у которого фамилия не русская. Вот, то есть мод уже у нас действует. Наверное, одну серию назад я поставила. Его точно не помню. Так, давайте все вернемся наконец-таки домой. Мы вернулись домой. И у Марка почему-то очень плохие все потребности упали. Не знаю почему, и в туалет он хочет, и искупаться, и спать. Хотя в 3 часа дня обычно мы не спим. Кони я тоже сейчас отправлю спать. Потому что до работы ей 4 часа. Ой, Кони, иди тогда быстрее спи, высыпайся. Чтобы мы отправились в хорошем настроении на работу. И почему-то наш Андрей хочет спать. Это крайне странно. Симы обычно днем спать не хотят. У меня, по крайней мере. Потому что они всегда у меня спят ночью. Что это произошло, понятия не имею. Так, Маркуша, давай и искупайся еще тоже. И иди тогда поспи. Одна лорочка у нас бодренькая, свеженькая. Как ни в чем не бывало. Может быть, потому что она единственная, кто не пил алкоголь на вечеринке. Поэтому хорошо себя чувствует. Ее день рождения совсем не подкачала она. И хорошо себя вела. И поэтому сейчас в хорошем настроении. Кстати, Лорик. Лорику 5 дней еще до дня рождения. То есть она у нас еще подросток. И побудет им сравнительно долго. Еще 5 целых серий. Лорик занимается спортом. И что нам нужно... Ой, я хотела же выполнить... Ой, выполнять физически на трех различных участках. Лора, когда ты это успела выполнять? Не знаю. Упражняться с максимальным усилием в возбужденном состоянии в течение часа. Ой, а как это с максимальным усилием? Давайте выпьем кофе, чтобы получить это возбуждение. Кони тогда выпила кофе и получила возбуждение. Может быть, Лорик тоже так у нее получится. Маркуша, иди, да, немножко поспи. Кони там высыпай. Кони, блин, я же тебе спать сказала. Она пошла дремать. Ну, елки-палки. Вот не получишь опять повышения. Уже третью серию пытаюсь до работы 3 часа. Третью серию пытаюсь отправить ее в хорошем состоянии на работу. И то мы куда-то отправляемся гулять и не успеваем, то у нас дни рождения. Короче, Кони все у нас никак не получится у нее. Так, Лорик, давай выпей кофе, взбодрись, стань такой бодренькой, и мы побежим выполнять дальше нашу цель. Кстати, Марк-то свою цель выполнил. И у него теперь вот 4 уровня в 4 навыках. Ага, достичь третьего уровня в карьере. Кстати, Марка нужно будет устроить на работу. Ну, пусть немножко поспит, и потом найдем ему какую-нибудь работу. Так, ну вот куда ты пошла? Болтать с Кони. Кони спит. Кони не спит. Она... Блин, да что вы будете делать? Марк, ты чего, улегся спать не в свою кровать? Неужели я тебе не давала действия, куда ложиться спать? Так, Кони, видимо, повышения тебе тоже не видать, потому что ты будешь не выспавшаяся. Так, Лорик, давай выпивай кофе. У тебя вообще все хорошо, единственная наша. Допивай свое кофе, и иди выполняй жизненную цель. Кстати, вот Маркуше нужно будет 4 уровня в 4 навыках. Какие ж навыки, ему еще 3 навыка развить. Конечно же, логику будем развивать. Можно обаяние развить, а можно что-нибудь полезное. Кстати, фитнес не помешало бы. Он у нас бегает, он у нас так и будет бегать по утрам, иногда плавать в бассейне, чтобы поддерживать свою физическую форму. И нужно будет еще рассмотреть его в кассе. Сколько всего нужно, и как это все успеть за серию. Так, Лорик, ага. Она решила не скармливать на набаку эту кружечку, и решила ее помыть. Чистюля наша. Давай-ка, иди-ка ты. Как это нам нужно? Как это? Блин, что грязь. Иди сюда. Тут не грязно. Упражняться с максимальным усилием в возбужденном состоянии. В общем, с максимальным усилием. Как это делать с максимальным усилием? Длительная пробежка? Не знаю даже. Бокс. Ну, давайте попробуем тренировка с тяжелыми грузами. Черт. А, все, она в возбужденном состоянии. И пусть тренируется с тяжелыми грузами. Я не знаю. Наверное, это все-таки неправильно. С максимальным усилием в возбужденном состоянии. Как это с максим... Раздвигайте границы, тренируясь один час, не прерываясь и не теряя энергии. Угу. Чтобы получить заряд энергии. Ну, короче, мы уже получили. Не знаю. Попробуем выполнить. Да, Лорочка. Тренируйся. И посмотрим через час, что у тебя получится. Так, Кони, ты там на работу не проспишь. До работы два часа. Пусть еще отсыпается. Маркуша в своей кроватке спит. И я немножко промотаю. Главное, чтобы... Да, вот Кони пришло сообщение, что ей 50 минут до работы. Ну, пусть еще немножечко поспит. Какие у нее там мудлеты? Мудлетов у нее нет. И поэтому, когда она проснется, она вспомнит свои воспоминания, которые дают ей вдохновение. Боже, сколько воспоминаний. Вот. Подумать об этом воспоминании. Пусть вспомнит, как она беременная Марком там напитки смешивала. И получит состояние вдохновения. Так, 42 минуты. Ну, в принципе, давайте ее разбудим. Она у нас уверенная в себе. Из-за своей черты характера. Кони самоуверенная. Да, она получила, наконец-то, вдохновение. Что там? Покушаешь что-нибудь? Давай вот открыть, что у нас здесь есть. Кушай тортик. Лорик, ты бросила? Она бросила свой тренажер и не засчиталась нам это действие, тренироваться с максимальным усилием. Даже не знаю, как это выполнить. Ну, я думаю, может, потом разберемся. В принципе, у Лоры еще есть 5 дней до дня рождения, чтобы выполнить эту цель. Так что мы все еще успеем. А, кстати, это же не предел, конечно. Она может его и делать и позже. Так что мы не спешим. Кони взяла тортик. Они решили обняться. И тортик куда-то пропал. Ага, тут он внезапным образом появился вновь. Наверное, она его в карман спрятала, пока Лорика обнимала. Так, Лорик, что? Кушать ты не будешь? Да, вот сядь можешь просто с мамой поболтать. И можешь вот телевизор посмотри. Спортивный канал твой любимый. Кони пошла на работу. У нее состояние, слава богу, вдохновения. Ой, блин, и мы не приготовили 4 раза еду. Опять что-то забыли. Ну, не знаю, может быть, все равно повысит. Потому что производительность труда у нее хорошая. Торт она не доела. Так, Лоречке я не хочу его давать. Потому что Лор может от него поправиться. Что там, наши ребята? Так, вставайте давайте. Потому что, блин, уже 9 вечера. Что-то долго они у нас спали. Андрей, иди делай ванну, конечно же. А, так, возобнови ванну. А наш Марк пойдет и устроится на работу. Нет, сначала скушай что-нибудь. Вот докушай этот тортик. И пойди, найди ты какую-нибудь работу. Вот, ты у нас уже взрослый. И тем более ты у нас карьерист. Поэтому без работы тебе никак. И в кассе попробую успеть. Если успею, то немножко тебя поменяю. Или, может быть, переодену. Так, Лорик смотрит передачу. Кушать я еще рано. Пусть смотрит, как на сноуборде катаются симы. Блин, по-моему, Sims 3. Да, это в Sims 3. Это времена года. По-моему, дополнение. Когда у них появились зима и вот эти сноуборды. Видимо, новости спортивные она смотрит. Да, это тоже Sims 3. Так, Маркуша, что ты тут кушаешь? Да, он покушал. Отдавай тарелочку на набаку. Нет, мыть ты ее не пойдешь. И иди поищи какую-нибудь работу. Я думаю, ты у нас мальчик умный. И тебе предложат сразу много вакансий. Да, и мы что-нибудь выберем. Даже не знаю, что тут можно выбрать. 20 дней у него еще до взросления. Выбор карьер, конечно, не очень большой. Технический специалист. В принципе, нам подходит художник. Совсем не подходит. Исполнитель не подходит. Преступник тоже нет. Тайный агент. Я думаю, что нет. Писатель. Вряд ли с Марка получится. Для космонавта нужно спорт. Фитнес. Марк у нас совсем не спортивный. И кулинар. Короче говоря, видимо, ему придется быть техническим специалистом. Кстати, в декабре должны добавить еще две карьеры. Бизнес и спорт. Наверное, Лорочка как раз успеет взять эту карьеру себе. А Маркуша уже бизнеса не видать. Поэтому будет он тогда техническим специалистом. Потому что более ничего интересного ему я не смогла найти. Теперь Марк агент. Чата службы поддержки. Начало в 10 утра. Вот хорошо, когда с 7 утром работают. Мне не нравится, когда это ночью все. До работы ему еще 3 дня. И нужно в видеоигры играть 4 часа. Ну вот, кстати, хорошая работа. Играть в видеоигры задания. Наш Андрей доделал ванну. Давайте ее продадим. Вот наша ванна. И, кстати, у нас тут кроме ванны есть еще шарики. Тоже продадим. И два ведра. Давайте одно ведро мы продадим. А второе поставим здесь как декорацию. Да, пусть стоит. Потом, может быть, куда-нибудь его приткнем. И нужно подумать, что бы подарить нашему Маркуше. В общем, думала я, думала. И думаю, что подарим мы ему телескоп. Пусть у него будет. У него есть микроскоп. Будет еще. Ого, какой большой. Ничего себе. В общем, пусть он где-то здесь стоит. Чтобы не портил нам вид. И пусть он тоже иногда посматривает на звезды. Для нас это не такая дорогая уж и покупка. Так что пусть он у нас будет. Марку будет приятно. Вот просто больше для гения. Я не знаю даже, что и приобрести. Столик у нас есть. Микроскоп тоже есть. В общем, все у нас есть. Так что пусть будет у него еще и телескоп. Так, Андрюша тут в туалет хочет. И Лорик что-то пошла. Лора, выйди, пожалуйста. А тут ему папе сейчас станет плохо. Лора, иди покушай. Кстати, вот у нас еда постепенно заканчивается. Нужно в следующей серии, чтобы Кони много нам приготовила всего. Да повкусней. Маркуша играет в видеоигры. Я говорю, хорошая карьера такая. Чтобы получить повышение, нужно играть. Я тоже так хочу. Так, Маркуша, говорю, Андрюша у нас сходил в туалет. И я буду заканчивать серию только 10 вечера. До 2 часов ночи еще далеко, чтобы дождаться Кони с работы. И наши вот Симы немножко сбились с режима. 10 вечера, а у Андрюши ни в одном глазу. Короче, спать он не хочет еще совсем. Так что пусть продолжает делать ванны. А вот Маркуша, ну пусть еще поиграет в видеоигры, потом идет спать. Лорик тоже пусть идет спать поздно. Короче, говорят, что-то у нас режим сбился и пойдут сегодня спать они за полночь. Марка я переодену уже в следующей серии. Там что-то и одежду ему поменяю, когда будет больше времени. А сейчас у нас серия заканчивается. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео о семье Стехеренбург. Будем надеяться, что Андрюша нас будет радовать еще и в 41, 42, 43 серии и так далее. Короче говоря, уже 7 серий, как он должен помереть. Но он, слава богу, вместе с нами. Всем спасибо и пока.